Всем еще раз добрый день. Мы сегодня встречаемся вот таком составом для обсуждения проекта программы развития городского поселения РУЗа. Это документ, подобные документы мы приняли решение разработать по каждому поселению. И этот документ предусматривает план наших действий на ближайшие пять лет по всем основным полевым точкам, которые должны быть решены в городе. По всем направлениям. Дороги, ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение, культура, спорт, безопасность. То есть те вопросы, которые волнуют наших жителей, нас волнуют, вас волнуют. И с тем, чтобы они были спланированы, и мы могли их расписать в зависимости от приоритета и наших возможностей по годам. И когда житель обращается к нам, спрашивает, нужно отремонтировать дорогу, обычно до этого было так. Когда эта дорога в план не вошла, там обратились тогда, и учтем при рассмотрении плана на следующий год, это забывается, проходит время, и она не попадает. Чтобы этого не было, решили вместе с главами все проблемные точки сразу записать. Когда есть какой-то вопрос, мы могли сказать, когда он будет решен. И под это дело формировался бюджет района и бюджет поселений. И сегодня с вами обсуждаем вот этот проект программы. Может быть, что-то забыли, или на что-то надо обратить внимание. Вот смысл сегодня такой нашей встречи. Поэтому есть предложение сразу, надо было раздать этот текст, Игорь Викторович, потому что у никого нет, как мы будем обсуждать, я пока не понял. Я за слух, как вы говорите, обсуждать сразу, как говорится, походу. Потому что я за то, чтобы люди это читали. Ну, Максим Ильич, основная задача на сегодняшний день, для чего мы сегодня собрались, вот здесь в библиотеке, будем говорить, естественно, в другую, для того, чтобы мы сегодня могли озвучить, а завтра же у нас не зря здесь сидят корреспонденты, записываются диктофоны, у нас новая стихроза, это будет напечатано. Мы дадим на общее, так сказать, обсуждение граждан. И это идем как проект, будем говорить данный вопрос. И он у нас будет в работе, он у нас пересекается с планом социально-экономического развития города, который как бы принят. Ну, есть, конечно, некоторые добавления. Единственное, что я сейчас попросил очень серьезно, Новику Владимиру Евгеньевичу пройти сюда на первое место. Мы специально ждем, потому что очень много вопросов, которые касаются как раз его комитетности. Если вы мне позвольте, я тогда, наверное, начнем. Дмитрий, пожалуйста. Я предлагаю сразу конкретно, без выступлений долгих. Хорошо. Первый раздел касается дорог. Ну, города. Да, но все-таки я, наверное, здесь начну с чего быстро, кратко. Значит, у нас, получается, население считается 12 393. С этим вопросом, это первый вопрос, который мы хотели бы двигать, и будем его двигать, и продолжать толкаться во все инстанции. Просить вас, Новиколичи, районную администрацию, чтобы нам помогали, чтобы реальные наши, так сказать, 16 тысяч мы могли показать. Это, естественно, и очень серьезно отразится на нашем бюджете. К сожалению, конечно, по последним показателям о социально-экономическом развитии, у нас, к сожалению, наметилось некоторое снижение. Я имею в виду по собственным доходам и по тем налогам, которые, значит, приступают незначительно, но оно все-таки наметилось. Здесь тоже надо нам работать, и мы сегодня как раз и с нашим куратором, шведовым сидели, разбирались, смотрели, кто нам за что не платит, что делал. То есть мы вот эти вопросы тоже смотрим, то есть мы сидим на месте. Ну а те планы, которые мы хотели бы видеть впереди, я сейчас начну прямо по разделам. Они в основном сформированы на тех сходах, которые мы проводили вместе с вами, и с депутатами, проходя по дворам. Значит, не хочу, не могу сказать, что... Нет вот такого текста еще. Еще бы раздать несколько, что... Депутатов есть. Депутатов есть? Я просто не успел. Просто на электронке. Да, на электронке всем скелет. Да, хорошо. Экономим бумагу, опять же, понимаете? А электронные гаджеты есть. Значит, ну давайте смотреть. Значит, сначала вот всякая протяженность дорог. У нас в дороге, конечно, одна из основных проблем. Это составляет, значит, 47,3 километра. 33,8 десятых километров. Это считается дорогой, которая у нас более-менее, так сказать, в нормальном состоянии. Есть какое-то асфальтное покрытие. Какое-то почему? Потому что в последний раз дворовые территории мы как раз сделали. Это, ну, масштабно и комплексно. Это как раз октябрь-ноябрь 2013 года. Это самое начало, когда мы пришли в многие территории сделать. Но сейчас, конечно, мы не должны уже основные наши дороги подходить к ремонту. Помимо этого, 17 километров дорог, которые у нас находятся, ну, они у нас на балансе, но вообще, ну, в таком состоянии, где просто отсыпаны либо щебнем, либо, значит, песком. Но на последнем совете депутатов мы приняли решение о постановке на баланский счет, там, по-моему, 12 или 13 дорог, которые были выделены в период 2004-2009 года гражданам земельной участки. Но, к сожалению, не нарезались, не было вопросов ни какой инфраструктуры, ни уличного освещения, тем более дорожной сети. Поэтому у нас вот этих бесхожных дорог добавится. Но мы будем сходить из тех денег, которые у нас, в принципе, есть, и тех, значит, поручений, которые нам давали, значит, установки искусственных неровностей. Значит, у нас в России мы дополнительно включили, в 2017 год это Кривецкая, Городянская, Первомайская улица. Юрий, я извиняю, я перебью вас, потому что когда один человек говорит, не воспринимается. Я предлагаю, вот смотрите, давайте так поступим. Значит, программа отключает несколько разделов. Первый раздел – дороги. Дороги. Вот здесь у нас депутатский корпус, да, Юрий Юрьевич? Кто еще у нас здесь? Актив, лидер общественного мнения, да? Да. Вот здесь, по городу Роза, все дороги, которые требуют ремонта, мы зафиксировали. Вот таким направлениям, как асфальтирование, капремонт, установка искусственных неровностей, текущий ремонт, установка пешеходных дорожек и эквенчивость. Есть ли смысл? Есть ли смысл? И сейчас нам все перечислить. Или здесь люди, которые скажут, какие-то болевые точки. Размер у нас безопасность дорожного движения. Нет, по разметке тоже. Подожди, разметки. Разметки не предусматривают. Разметки – это другой раздел. Это другой, да. Это обслуживание. Это текущая работа. Здесь мы нашу текущую работу, типа уборка улиц, задержание, покос травы, не включаем. Это должны делать итак. Это здесь те вещи, которые программы. Здесь в разделе «Дороги» записаны все дороги, которые сегодня надо привести в порядок. Вот здесь сидят депутаты, люди, которые знают, вот какие вещи сегодня в Рузе по конкретным улицам требуют нашего внимания. Да, Владимир Владимирович. Я, например, считаю, что вторая Дмитровская дружба, за которой дружба четыре. Вот там ведь просто я знаком с этим, мы с Галиной Михайловной, с комиссией выезжали. Ну, что такое текущий ремонт? Текущий ремонт – это, я так полагаю, проехать грейдером, немножко куветь, и все. Ну, там ведь глина сплошная, там нет дороги, а там люди живут, и дети в школу ходят, у чего-то на куличках. Особенно вот вторая Дмитровская. Надо как-то там больше, наверное, денег подробовать. Там надо отщебенить ее хотя бы. И обуверить. Я считаю, что текущий ремонт – это не проем, а там, где-то. Значит так, ну вот, Максим Викторович, я, конечно, прошу извинения. Вот он пошел, как раз Сунгур, да, там текущий ремонт. Нет, подождите, мы один в двух год уже занимаемся. Значит, текущий ремонт намечен сейчас действительно. Если вы откроете страницу номер один, и стоит четко. Улица Зеленая, значит, 2000 асфальтированная на 21 миллион 500 рублей. А вторая Дмитровская асфальтированная на 24,5 миллиона рублей. Значит, сейчас мы будем поддерживать, но там полностью надо делать эту дорогу заново. Они у нас даже не стоят. Улица Асфальтированная, улица Четвертая, Южный проезд, улица Кедровая и Сосновая. Это получается 21 год, 29,4 миллиона. Мы тоже будем планировать, чтобы они у нас были. Понимаете, эти улицы первые. Здесь, естественно, мы четко с вами понимаем и конкретно, что сегодня для полномочий мы передаем, и в том числе на русский муниципальный район. Полностью, конечно, такие объемы, которые бросили у нас люди, мы не сможем посилить, допустим, одним бюджетом города. Поэтому, естественно, будем просить у района софинансирования в данном вопросе. В том числе, конечно, и будем выходить на Улдыха. Но далее там идут как раз капитальные ремонты дорог. Начиная с 2017 года, это улица Эверсионная, Ульяновская. Участок улицы Красный, значит, особенно вот этот подъем в 2018 год. Участок улицы Полевая, значит, на 2 миллиона. Красная, кстати, на 5,4 миллиона. Улица Полевая, значит, в 2019 год на 2,7 миллиона рублей. Участок улицы Октябрьской на 3,6 миллиона рублей. Участок улицы Демократической, которую надо привести в четкий порядок на 3,6 миллиона рублей. Итак, за последние 5 лет, которые мы, значит, планируем в дорожной деятельности, вместе с капитальным ремонтом и строительством новых дорог, получается 112 миллионов рублей. Это полностью бюджет одного года. Значит, смотрите, вопрос следующий, я понял. Вопрос следующий, что в разделе «Текущий ремонт» стоит улица 2-я Придорская. Так? И Дружба, да. На 17-й год, правильно? На 17-й год. А вопрос, что ее нужно сделать капитально. Нет, правильно? Ее просто там нет. Ее просто надо сделать. Ее просто там нет. Там глина. В прошлом году сказали, что сделали, мы стали проверять, что он не сделан. Ладно, посмотрите, она стоит в разделе, чтобы она была асфальтирована. Не, не надо асфальтированно, хотя бы отщебинить. Но вот я просто спрашиваю, хватит ли денег, вот те, что запланированы, на текущий ремонт двух категорий. Значит, у нас сегодня по совету депутатов принято решение о выделении туда, по-моему, 380 тысячи, сколько? Я же. И, ну, не помню, в этом году что-то выделили? В этом году, да. У нас в этом году есть выделение нащебинения данной улицы. Сейчас, естественно, я четко могу сказать, что именно на этот год мы принимали с вами решение. Значит, Галина Михайловна. Значит, и единственное, что получается, почему в чем сейчас идет загвоздка? Мы должны же говорить честно, а не рисовать замки. Сегодня мы собираем деньги, вчера собрали еле-еле последние 360 тысяч рублей, чтобы заплатить заработку. Естественно, сейчас, как будут только набираться, у нас эта дорога стоит в пяти приоритетах первых платежей, которые будут здесь идти. Хотя я на сегодняшний день понимаю, что там люди на сегодняшний день не прописаны, они жители города Москвы, но они работают сегодня. Сегодня, да, они сегодня работают в ДВС и занимаются с детьми. Естественно, мы на эти вопросы идем. Сегодня у нас получается по той улице ни одного постоянно проживающего жителя. Хорошо, то есть улица Дружба, это Рая Дмитровская, она в этом будет частично? Это просто, да, частично. На 17-й год текущий ремонт и асфальтирование на 20-й год. Да, понятно. Да, вот там другого варианта у вас есть. Еще вопросы? По дорогам нет? Следующий проблемный у нас вопрос, это просто пешеходных дорожек. Вы часто видите, что у нас их просто отсутствие. Давайте просто назовем улицы, которые... Так, называем улицы, значит, 17-й год, что мы включили вклад. Это улица Полевая, Социалистическая, где дом 64, Октябрьская. Значит, 18-й год улица Советская, до улицы Даватора. 2019-й год Ульяновская, дом 8, до Федеративный, дом 11. Значит, 2020-й год участок Коричневского истечества и Леснари. И, значит, окончание, 21-й год, это, значит, социалистический уход и стадион урожая. Хорошо. Это все по желаниям... Какие есть дополнения? У меня есть предложение. У меня есть предложение, не отне заряд. Не отне заряд. Не отне заряд. Хорошо. Влечение интенсивной надежды. Не отне заряд. Требуется дорожка. Да, требуется дорожка. Будем обращаться. МОЗАвтодор, это их дорога. МОЗАвтодор запишем в продажу, что нужно включить в нашу программу. Да, в нашу программу развития, но финансируем МОЗАвтодор. МОЗАвтодор будет. Неважно, что это у нас целя, вы должны просто проработать на какой год и это может достигаться. Это может достигаться. Неважно, что это. МОЗАвтодор будет. То, чтобы она не забыла. Хорошо. Естественно, мы здесь смотрели. Вы понимаете наш бюджет? Да, вы... По дорожкам, да? По дорожкам, да? По дорожкам. А потом... Еще дорожка должна быть включена вот здесь к детскому садику номер 5 на каждой встрече. Да, да. И дорожку недолго мы говорили. Соцзащита. И сейчас, не сегодня, завтра церковь откроется. Ну, вот это. Мы дойдем до этого. Дойдем. У меня они же есть. А какой смысл делать между, сейчас скажу, межсоветской, межсоветной улице, это в конце или начале тротуар. 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 Если у нас по советской улице 50 метров сделано тротуар, а дальше его нет. А люди ходят и у нас в этом, в Алмазе, живут постоянно и спортсмены, и студенты. Там, типа, простись, там очень много народу ходят. И узенькая вот такая дорожка, с которой северосыпной, особенно зимой, когда плохо чистим, северосыпной в сугробы везут. Может там сделать какой-то пешеходный тротуар? До конца хотят в Советской. Вдоль Волоколова. Это от ГАИ в сторону Алмаза. Значит... Это Советская, по которой основная масса людей. Владимир Владимирович. Это и в наказах, а не в России. Вишняков уже... Что это называется? Если только... Это отдел устроится пешеходной дорожкой. Вы говорите вопрос на ГАИ. Другой раздел? Нет, нет, нет. Здесь есть место ГАИ. ГАИ вот здесь. Это параллельно. А, параллельно Волоколанке. А, параллельно Волоколанке. Таракусе встает. Да. Она нужна. Хорошо. На остановку люди ходят. Еще что-то. Так, ну только вечнее я не буду. Значит... По пешеходам есть еще? Нет. По к вечеру нет. Есть вопросы? Да. Какие? Так, у нас по к вечеру там получается нету. Пульсу Сосновая, Гладышева, Лишневая, Среднезаветская, Вторая, Дмитровская. И это здесь говорит о том, что нам сегодня это все входит в одну для того, чтобы отвезти, ну, вот эти годы, которые у нас влюбленные. Вот Гладышев, он вроде, я сказал, будет не жаловаться. Да, да, да. Я пойму. Она включена, да? Она включена, да? Она включена на следующий год. Она 17-й год у нас идет. У него был Акювечер. Есть еще предложение? Нет. Хорошо. Так, по формированию пешеходных пространств. У нас есть, существует пешеходное пространство. Это мы четко будем говорить. Это верхнее и нижнее лукоморье, которые мы собираемся сединить. И вы сами видите, что у нас сейчас идет пешеходное пространство, первый этап от администрации до спорткомплекса. На следующий год, значит, у нас заканчивается второй этап. То есть, мы там устанавливаем, значит, фонари, лавочки, ну и прочие, прочие вещи, благоустройства. То есть, здесь у нас по пешеходному пространству вот это все есть. Помимо этого, наша задача, мы здесь не записывали, что мы хотим на сегодняшний день решить вопрос, совместно там, получается, с МОС Автодором в основном, вопросы переходов, в том, чтобы это пространство, площади партизан, нижнее лукоморье, верхнее лукоморье и новые пешеходные пространства соединить в одну зону, чтобы можно было пройти, как говорится. Это у нас зафиксировано. Это зафиксировано. Какие-то дополнения есть? Нет. Нет, все хорошо. Значит, про него... Дополнения не нужно, да? Да, здесь есть. Тогда идем дальше. Благоустройство. Идем дальше. Благоустройство. В раздел благоустройство включены, будем так говорить, несколько подразделов. Это благоустройство дворовых территорий с площадками детскими. Это спортивные площадки с реконструкцией и строительством. Это контейнерные площадки, уличное освещение, а также скверы, парки, зоны отдыха. Ну, а значит... Начинаем с детских площадок. Я, наверное, все-таки обзор сделал. Значит, в городе Рузе у нас находится официально 25 дворовых территорий, 26 детских площадок и двое спортивных. Один воркаут и один, значит, полный стадион урожай. И, значит, в 2015 году был установлен детские игровые площадки. В 2016 году установлен еще две детские и полночь современной игровой площадки. Имеется площадка для выгула собак. Значит, ну, она такая простая, без надлежащих, содержащих норм, салитарных норм. Значит, что у нас получается по сегодняшнему дню? Микроек 16А, 16П17. Здесь написано выполнено, я бы сказал, еще не выполнено. Потому что на сегодняшний день мы из-за оплатив погодных условий немножко там, конечно, застряли. Потому что не можно вторую часть сделать футбольного поля, установить ворота. Значит, подрядчик немножко, мы не оплачиваем сейчас деньги, провел полностью асфальтирование. Но есть вопросы по разуклонке. То есть, мы данный вопрос тоже стараемся решать. И мы будем их доделывать. Контейнерную площадку, которую нам задавали, значит, установлено. Но все остальные вопросы, в принципе, решены. То есть, это в процессе. Мы сделаем. Дом 59-61. Это, можно сказать, выполнено. Там есть некоторые вещи, которые нам дополнительно попросили. Это установка, значит, препятствий для проезда автотранспорта. Они будут устанавливаны буквально до 18-го часа. Перебью просто. Вот у нас время. Давайте, смысл в чем? Нет смысла, но сейчас отчитывается, что мы сейчас сделаем. Давайте мы просто озвучим, что у нас в плане на 17-й, 18-й. Значит, на 17-й, 18-й. Все знают, что происходит в городе? Знают. Здесь, я понял, весь актив, который этим занимается. На 17-й год у нас влечет большая территория. Я считаю, это грамотная территория. Это дом Ульяновская, дом 2 оперативная. Дом 4, 6, 8, 10, 12. И переулок Федеративная, дом 7, 9. Это 17-й год. Финансирование данных дворовых территорий. Там объединяются все три дворовых территории. В том числе мы там будем делать спортивные площадки, детские площадки и дополнительные парковочные места. Только одно асфальтирование примерно затратится на следующий год около 10 миллионов рублей. А вот этот двор? Значит, двор большой, значит, в общей сложности. Я про него как раз и говорю. Я про него как раз и говорю. В общей сложности проживающих там население порядка 2760 человек. То есть, мы одной площадке, всей вороте. То есть, это вы представите, а 22-го, считайте дома. И вот сюда полностью все, что находится. Да, да. Вот вся вот эта большая дворовая территория. Я говорю, только одна у нас в районе год на 10 миллионов рублей. Дальше идем. Далее. 2018-й год. Улица Социо, дом 22-24, где это у нас просили. Детскую площадку напротив администрации. Значит, переулок демократический, дом 13. И, значит, 2019-й год. Улица Колесникова, дом 4. Значит, микрорайон, дом 12-13. Значит, Социалистическая 64, демократический, дом 25. Почтовая, значит, базарный проезд, 20-й год. Гладышево, дом 1. Ульяновская, дом 10. И северный микрорайон, дом 2-3-4, значит, 21-й год. Везде веки финансивные 12-11 миллионов. То есть, очень серьезный год благоустройства детских площадок. Значит, в 2021 году мы полностью пройдем все дворовые территории, и у нас не будет неоплачено. То есть, окажем весь ремонт. Какие дополнения и вопросы? Да. Значит, стоянки, если вы обратите внимание, допустим, только по той территории, по первой, я сказал, не зря получается свыше 10 миллионов рублей, мы там делаем 102, 102 парковочных мест. То есть, вот эти комплексы. Комплекс на благоустройство, а то будет подраздновать и стоянки, и парковочные места. Да, 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 парковочные места. Там только 102. То есть, мы смотрели, это с жителями согласованно, и далее будет решать. Это так же, как в домах 16-17. То есть, везде мы делали 59, везде мы делали дополнительные парковочные места. У детского площадка есть дополнение? Нет. Вопрос, пожалуйста. Вы рекомендуете делать детскую площадку на возле площади, на Диадминистрации. Правильно? На дворе и там. Оно здесь отмечено. Это в восемнадцатом году. Это федеративный дом 22. Солнце. 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 Да, дом 22. Хорошо. Ты, она отражена, и на Духового вермона? Да. Значит так, спортивные площадки, это тоже немало важный результат развития в городе. Так. Сегодня, значит, на стадионе «Урожай» сделан, значит... Так, 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 нет, идем так, реконструкция. Пока идем по реконструкции. Корт на улице Ульяновской 2017 год. Мы планируем, вы сами видели, что он не очень хорош в состоянии. Мы его хотим привести в нормальное состояние, сделать резиновое покрытие и открыть его для дальнейшей игры. Сейчас он не работает на асфальте и немножко разломан. Плюс ограждения очень плохие. Теннисный корт – стадион «Урожай». Значит, на сегодняшний день мы, если вы обратите внимание, сделали полностью, значит, с хоккейной площадки теннисный корт профессиональный. И, помимо этого, там на сегодняшний день можно играть в футбол мини. И, значит, первая площадка, на которой можно без травм заниматься волейболом. Не баскетболом, а волейболом. То есть там волейбольная площадка. Там что подреконструировалось? Значит, это мы сделали. За следующий год мы ее дорабатываем. Что делается? Делается стена для того, чтобы можно было тренироваться к телесистам одним. И меняем полностью ограждение, чтобы мячики не выскакивали и не мешали никому, так сказать, на территории. То есть эти вопросы мы доделали. Значит, далее. Корт Колесникова 2018-й, корт улица Дмитровская 2019-й год и корт улица Советская на 7000 рублей. Установка новых. Улица Лишневая. Подожди, это контейнер. Нет. Установка новых корта. Улица Лишневая 2017-й год. Это контейнер. А, это контейнерная площадка. А, это контейнерная площадка. По спорту есть дополнение? Ну, я не пойму. На улице Советская нужна, а нужен корт вообще? Он там существует, мы хотим его привести в порядок. Да. Нет, существует, существует. По плану благоустройство, которое проходило 2000-х годов, он сделал, да. Там нарушена разукорка очень сильно, но мы привели в порядок. Мы с жителями не поговорили, а хотели предложить им устроить это место. Как парковочные места, но они попросили сделать это хорошо. Дополнение есть? Ну, есть дополнение. Вот воркаут. Мы один сделали еще, наверное, при прошлом главе. Воркаут. Открыли его. Там, кроме вида бутылки, ничего не бывает. Значит, если мы, конечно, сделаем на стадионе, может, он порядок там и будет. Вот. Сейчас, может быть, выиграть это, спасать на стадион. Может, это лучше будет? Значит, за него деньги тоже заплатили. За эти четыреста три. Он врач это сделать. К сожалению, мы его уничтожим, если начнем вырывать. Максим Борисович. Да. Но Максим Борисович отошел от этого. Планы извинились. Значит, ГТО мы убираем туда. Другой вопрос. Сейчас, когда мы сделаем там футбольное поле, мы рассматриваем вопрос, чтобы наш спорткомплекс взял вот этот участок, правую сторону, ближе к школе, под свою опеку. Для того, чтобы смотреть и прочие вещи по воркауту. Поэтому мы планируем сделать там также резиновое покрытие. Хотели в этом году, но финансово надо его переносить. А мы просто его сломаем. Мы не сможем выработать. Еще что? Здесь написано реконструкция. Здесь написано реконструкция. Здесь написано реконструкция. Ниже вы поймете, что мы запланировали на стадионе и поймете, почему сейчас мы сюда в отправку. Далее. Кортейнерная площадка. Кортейнерная площадка. Тут нет смысла перечислять. Просто назовите, если у кого есть болевые точно. Вот можно на почтовой 5 и почтовой 3. Вот тут контейнер. Можно увидеть количество контейнеров. Там площадь позволяет. Там всегда такое безобразие. Давайте запишем вопрос. Хорошо. Увеличим. 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 Там и сам контейнер. Там и сам контейнер. Там три. А нужно? Вы знаете, даже на коричневую. Можно уменьшить. Нет. Вот там можно, потому что, мне кажется, стало меньше мы сходим. Мы все идем на работу и все вот тащим вот на почтовую и и взять. Галерий. Ну, контейнер стоит 1000 рублей. Это надо дать ему присписать. Нет. Ну, чтобы не забыть записать. Да не, не, не. Главное говорю. Там все не переставляется и ничего. Хорошо. Площадка. Нет, там площадку надо увеличить. Если старый, если кирпич. Да. Реконструировать. Площадка. Нет. У нас увеличили. Значит, хочется. Почтовая 3.5. Да. Еще. Еще нет больше вопросов пока. По уличному освещению какие болевые точки? Татьяна Витальевна. По уличному освещению. Ну, вот у нас почтову 5 несли, а можно свет чтобы прием оставить? Темно ходить страшно. Ну, свет же не сносили. Свет остался как-то. Практически он. Больные точки это вот эти, в дом построящие. Значит так, давайте я тогда сразу скажу. Значит, то уличное освещение, которое есть, мы его реконструируем и приводим в порядок. Тем более ставим сейчас энергосберегающие лампы. И будем доделывать до конца. У нас только по километражу. Мы в год меняем порядка 2.5-4 километра только одного сита. Вместе с фонарями освещениями. Помимо этого, здесь имеется проблема. Я опять говорю, 2004-2009 года. Когда были выделены земельные участки. И вообще на этих улицах вообще ничего нет. И поэтому, действительно, строительство новых, так сказать, линий. Это у нас 2007... Да, с учетом, да. Эту доску, Родниковая, на полтора миллиона рублей. Дмитровская, на 2018 год, на полтора миллиона рублей. Значит, Сосновая и Кедровая, 19-й год, полтора миллиона. Луговая, зеленая, полтора миллиона. То есть мы везде идем где-то до полтора миллиона рублей. То есть те улицы, которые у нас вообще, получается, нет. Хорошо. Дополнения какие-то есть? Есть дополнения. Вы пишете, ремонт уличного освещения Советско-Даваттора Говорова. Я хочу сказать, там вообще не ремонт надо уличного освещения делать. Там надо отбилить деревья. И это все закончится. А мы нигде не планируем эту ровку деревьев, где все находится в кронах. И поэтому не видно ничего. Так. Значит, все это и не включали. Опиловка, она идет своим планом. Николай Леонидович здесь четко. Мы уже 10 лет его не видел. Она совершенно верно. А за вот этот год, в котором у нас работает МБУ, мы порядка 720 кубометров только вывезли и обилили деревьев. Каждый день вывозим порядка 5, значит, тележек. И не остановимся. А 25 тележек. И не остановимся даже зимой. Эти улицы вы смотрели? Смотрели. Конечно. Вы планируете когда? Мы планируем в зимний период времени, скорее всего. Ну нет, у нас как три пильщика работают, мы их даже не снимаем скоро так. Они пилят, пилят и пилят. Ну, а отфиловки выше не охота. В сельхозтехнике мы практически ни одного дерева за последние 5 лет нет. Не надо, Валерий Ильич, на голову прошло. Ничего не резного это. Березного там, если у вас 7-19. Березного там, если у вас 7-19. Березного там, если у вас 7-19. А, 9-19. Посмотрите. Ну, 9-19. В сельхозтехнике. Как можно быстрее? Мы не можем. Хорошо. Вот это советская давата. Это и за речкой и та же сам проблем. Просто вместо ремонта надо белую бобку сделать и все дальше работать. Ремонт необходим. Там есть проблемы. Там алюминиевый провод висит. Там, значит, плохие контакты. У нас горят ланжи. Да, да. Ну их надо менять. Там просто провода не изолированные даже. Они опасны. Для вашего города. Это надо убирать. Второе. Так. Скеры в парке. Благоустройство скеров и парков. Улицы Перечисленный. Парк Лукоморья. 16-й год. Георгийский прус. 16-й. Скеррик палат на следующий год. Реконструкция фонтана на площади партиза. 18-й. Площадь доски почета. 19-й. Социалистическая. 20-й. Средняя Зарецкая. 21-й. Дополнение есть? Да. Социалистическая. 20-й. 20-й. Да. Социалистическая. Если найдем больше денег, мы оставим. Подумайте о фельмонцах или там все-таки сейчас площадь освободилась. Мы берем основные большие проблемы. Вы сами прекрасно понимаете. Мы только у одной регуляционной палаты там зависим, считайте, на целое лето. Потому что с протяжением всего советского времени там ничего не делось. Асфальт там уже нет. Он даже не валяется. Вы просто вынесли, считайте, глиняные дорожки. Эти лежат. И очень сильно зарощено все там. великие. Так надо просто стрелять. Это все эмоции, это что за место? Там скверика или что? Это мы строились. Да, да, да. Его надо было устраивать. Его надо было устраивать. Его надо было устраивать. Вы проходите за своими деревьями, так сказать. Так, записали. Еще что по спорту. Вот этот парк на прудах. Вот это здесь у нас указано. Ну он указан. Это парк Георгиевский. Георгиевский. Стоит 16-й год. Парк Лукоморье. Георгиевский. Да. А я говорю, там ты вторая школа. А это называется Верхнее и Нижнее Лукоморье. Парк Лукоморье. Там надо было устраивать. И там и дальше надо было устраивать. Мы будем устраивать. Мы дальше надо было устраивать. Мы же это не записали. Не будем записывать. Потому что он пойдет в другой программе. Какая разница по какой программе? Еще раз, Юрий Викторович, мы сегодня здесь же записывали только вопросы, которые финансируются из бюджета города. Мы ставим задачу здесь записать все полевые точки, не важно, чьи они, областные, федеральные или частные. А откуда будем финансировать, это другой вопрос. Что источник это значит? Конечно. Поэтому парк вот этот возле вторая школа. Хорошо. Тогда запишем, откуда мы будем финансировать. Мы можем написать примечание, отработать от дополнительных. Но его не надо забывать. Хорошо. Он и не забыл. Там была жалоба. Жалоба. Значит, от школы жалоб нет. Мы тогда там были. Мы были с вами тогда? Ну, тогда и были жалобы. Нет, ну, когда были не первые сентября. Значит, там полностью сделано с квартирами. Внизу сделаны ступеньки. Сейчас полностью перенесется забор. Помимо этого, были отремонтированы ступеньки, как с улицы, значит, октябрьская. То есть эти вопросы там все... То есть марк благоустраивать надо? Значит, там есть работа сделана, но его не надо. Круговой парк тоже записывать. Круговой парк тоже будет. Ну, все будет дальше. Конечно. Ну, инвестиционно будет. Хорошо. Нижнем лукоморе тоже запишите, напишите, Петровну. Год дополнительно надо проработать и источник. Источник финансирования – это особый вопрос. Хорошо. ЖКХ. Поехали. Очистные руды. Понятно? Понятно. Перевод котельных на газ. Довар Волоколадская. 16-17. Еще что-то есть? Дома. Дома. Которые вошли в программу капремон. Да. Здесь не надо. Есть смысл в этой числе? Нет. Переселение из верхнего... Нет. Распечатано. Да. Переселение из верхнего аварийного жилья. Тоже не вижу смысла в этой числе. Это в программе есть, а? Да. Ну, а переселение верхнего аварийного жилья. Понятно. Улица Красная, дом 7-6-3. В общей сложности 23 квартиры. Значит, их суммарная площадь составит 816 метров. Квадратов. Это по паспорту БТИ. Так она составит при выделении чуть больше. Значит, второй этап. Это, значит, 28 квартир из-за улицы. Почтовая, дом 4. Улица Садовая, дом 5. Переулок кондициональный. Док 2 и 4. Это у нас, значит, получается этап. Добрый квартир. 18-го года. Еще 28 квартир. Общая сложность по БТИ. 1006 метров. Ну, там будут, естественно, тоже дополнения. Потому что в местной квартире есть последний. Хорошо. Есть какие-то еще дома, которые надо включать? В городе. В городе. В городе есть дома, которые надо включать в эту программу. Но программу уже надо включать в 2019-го и дальнейшие годы. Давайте их запишем. Мы не посилим в этих годах. Понятно. Давайте мы их запишем на следующие годы. Просто их перечислить надо. Чтобы мы знали. И людям, когда они спрашивают, мы могли сказать. Значит, Максим Ильич, мы можем включить их в проведение экспертизы. Как аварийный мы не можем записать. Потому что только Межвежемостная комиссия в Московской области определяет их аварийный и аварийный. Для проведения экспертизы. Давайте следим. Давайте перечислить. Смотрите, Волоколамское шоссе учительский. Бывшие дома там креснутый дом выходит. Он нигде у нас не идет. Мы, значит... С другой стороны от первой школы? Нет. Два копика. Первая и третья. А, третья. А, третья школа. А, третья школа. Значит, все дома были включены. Они, получается, уже кирпичные? Да. Кирпичные у них есть. Значит, к сожалению, в программы этих годов не входили. Значит, кирпичные дома. А брали только смешанные. Низ кирпичные, деревянные. Ничего. Какие-то деревянные. Не знаю почему. Двенадцать. Эта программа была, значит, в прошлом. Да. Может, в экспертизу тоже есть? Да. Они все были в экспертизе. И сейчас мы их повторим. Да? У нас в общей сложности по экспертизе... У нас в общей сложности по экспертизе, чтобы мы четко понимали, проходит по городу Русс осталось пятьдесят шесть домов. До этого у нас было, значит, шестьдесят девять. Вот эти дома мы убрали, которые у нас у Рицкого. Ну и вот те дома почтовые, они у нас потихонечку уходят. Вот те дома, которые у нас мы признали ветхими, мы постоянно их подаем на аварийность. Да. Хорошо. То есть мы их перечислим оставшихся этих пятьдесят домов и их записать как под экспертизу. Да. Это безопасно. С установкой в виде наблюдения. Это пешеходная улица. Значит, по безопасности. И ряд дворовых территорий. Дополнение есть? Коллеги? Пожалуйста. Это не камера. Полицейский самый первый вопрос. Какая улица? Красный проезд. Давайте мы запишем в протокол проработку. Потому что дети идут в сады, в школы. Хорошо, я согласен с вами, Саша. Социалистическая. Конечно. Социалистическая. Красный проезд. Красный проезд. Еще по ближайшим полицейским. Давай стадиону. Записали еще. Нет. Вопрос на библиотеке. Так, помимо этого. А машины не останавливаются. Возле где? Возле где? Возле где? Возле Ольянов. Запишите, да. Еще что? Все. По камерам дополнительно. По камерам. Есть мысли? По камерам. Мы прекрасно понимаем, что в этом году мы бы поставили большое количество камер. На разумении конкурс разгрался только на увеличение. Зачем это говорить сейчас? Нет? Ну, мы говорим те программные вещи, которые надо сделать. Все местные проекты, которые будут сделаны, они будут из камеры видены. Добро будет. Так. Есть такой раздел, который называется «Инвестиционное развитие города». То есть это те земельные участки свободной территории, которые мы планируем предоставлять и выставлять на торги, либо уже есть предприятия, которые... для дальнейшего развития. Значит, здесь я перечисляю. Здесь у нас четко мы идем. Значково с Венебирот-Инфо. Мы обсуждали, они там ведутся и будут там заниматься и платить русский хлебзавод. Попадает, например, в конструкцию Рузо-Хутов, где предсходная зона ООО у Ка-Сити. Далее я включил, здесь не написано, значит, металлер. Это живой комплекс «Северное сияние». Так. Далее. «Спецсантехника», «Боуш», «ООО Конста», «ООО Бетон», «Развиваться будут русское молоко», «В реконструкцию завод металлоизделий». Это на новой территории будет у нас деятельное издуржение. Если есть дополнительные у кого-то предложения по каким-то территориям, тоже можно назвать, мы их включим. Хорошо. Мы включали те, которые у нас есть там дополнительно. У нас есть и переработки камней и прочее. Мы не включаем, потому что ведутся этот вопрос в отделении землиной участок. Надо включить. Участок возле ДВС. Только стенесу. Раз. Все коммуникации есть там. И надо искать инвесторов. Потом наша промзона, она здесь указана или нет? Нет, не промзона, не гостиница. Промзона тоже не указана. То есть все свободные земли, которые можем предлагать инвесторам для развития? И не указано напротив ГАИ. Потому что мы брали именно те, которые уже… Да, да. Те, которые оформили уже земельный участок и точно будут… Да, и реализуются. А я говорил, что надо добавить еще те земельные участки, которые даже не в проекте, не реализуются и земля не оформлены. Но есть место и мы знаем, что там можно делать. Тогда круговой парк. Ну, подождите, ну, Галина Михайловна, ну что? Ну, подождите. Ну, дайте мне дочитать хотя бы. Ну, а парк дальше. Где круговой парк? Дальше, дальше. Дальше. Дальше идем. Доступная среда. Это, понятно, для нашей безграничной возможности. Здесь все перечислено в рамках программы. Если есть какие-то объекты города, какие-то магазины, еще что-то, на что обратить внимание, скажите. На какие конкретно все? У нас, в принципе, мы идем пошагово. И сегодня сколько процентов? По-моему, процентов 50 уже из муниципальных обеспеченных доступностей. Хотел посмотреть библиотека. Есть. Так, есть. Кто-то зашелся, смотрю. Порох там. Дальше идем. Спорт, культура, досуг, массовый отдых. Здесь как раз перечислили. Юрий Ильич, тогда вам слово. Да, в том числе здесь круговой парк. Да, значит, не только круговой парк. Мы говорили в этом году вместо теннисного форта, хотели сделать его дорожку, потому что у нас очень популярный велосипедный спорт. Не хотят идти на городу, на другие какие-то места. И поэтому, значит, мы все-таки приняли решение о следующем году вывести с бюджета 3,5 миллиона рублей и вдоль, значит, с забора, как поговорили уже и с директором, как раз обсуждали, с переходами сделать, значит, асфальтировать дорожку для вела. И роликов с переходами. И на зимний период для занятий бюджетом спортом, асфальтированным кальком. Значит, это следующий год. Мы бюджет 2017 года будем отбивать обязательно и 100% будем реконструировать это в нашем парке. Устройство теннисного форта. Это как раз мы добиваем до конца его. Это, получается, 2016 и 2018 год дополнительно. Значит, были ограждения и доску для занятий. Реконструкция футбольного поля. Мы планируем 2019 год все-таки потом забить 13 миллионов, чтобы все-таки войти в программу искусственного покрытия за счет местного бюджета. Планируем на 2019 год это войти. Реконструкция здания. Потому что здание там строилось хабспособом. На стадионе урожай. И не соответствует никаким, так сказать, сегодня нормам. Мы думаем 19-й, 20-й год. Скорее всего 20-й. Забиваем за 22 миллиона рублей. Далее. Культурное развитие, значит, городов. Значит, это у нас за 16-й, 17-й год. В этом году, значит, мы уже истратили 20 миллионов рублей. Цена 24 500. Это та ситуация, о которой мы говорили, что не из капитальных переводим в капитальные. Получаем художественный салон. Значит, для мастеров, для наших, в том числе, решаем вопрос о, значит, кафе и устройство тротуарных дорожек уже из плитки. Это в следующий год у нас будет. Круговой парк. Здесь объем финансирования не менее 300 миллионов рублей. Но здесь деньги инвесторов, да. Потому что здесь очень серьезные, значит, вливания. Вы сами знаете, мы сходили с вами. Устиновский пруд там почистили, сделали. Сейчас первый этап, наверное, наш парк возьмет его. Будем всячески ему помогать. Ну, а дальше там кто будет брать, разбирать эти вопросы, будем решать. И так, как у нас уже, слава богу, на парке решился и вопрос, это открытие Зенского театра, где у нас находится типография. И там же, значит, открытие художественной галереи. Мы тоже включили, потому что там же находится. Здесь посмотрим, как мы будем работать с губернатором. Ой, с губернатором и с районом, да. Поручение губернатора есть, а передача. Я думаю, теперь вопрос уже чисто подробный. Да. Чистого района. Чистого района. И нет, и нет все еще. И неконструкция Бориса Дельского храма. К реконструкции Бориса Дельского храма мы уже приступаем, значит, в этом году. Кто у нас сносит, значит, дома, они помогут, значит, очистить алтарь, чтобы он сделал как положено. Это они делают за свой счет. А на следующий, значит, атак мы вообще убиваем где-то порядка около двух и двух десятков миллионов рублей. Необходимо будет о переносе там дороги для того, чтобы потом могли решать вопрос с крестным ходом. То есть там дорогу надо смещать чуть вправо. То есть вот этот вопрос, который у нас платит. Так, Галекина, пожалуйста, вот программа, которая… Нет, а нет еще. Все, еще, да, дополнение. И очень важный вопрос, и очень важный вопрос, который в городе не решался никогда, и я считаю, что в 2017 году мы должны его двигать, а сейчас после проведения выборов нам дается время две недели отдохнуть, а потом с нашей комиссии Новиков и Лакумов, Занегин, Глубоков, и там группа лиц начать заниматься. Это, значит, начало проектирования ривневой канализации города. Это вещь просто необходимая. Просто если мы это не сделаем, нас не только в детских садах и во всех домах зато везде. Значит, планируем на следующий год от миллиона рублей проекта смертной документации, чтобы начали работать. какой-то институт и дал себе предложение. Сами же начнем работать немедленно. На данную программу тоже необходимо будет софинансироваться, потому что по первым подсчетам это будет около полумиллиарда рублей. Почти столько же, сколько стоят очистные сооружения здесь полностью. Потому что необходимо будет, по сути, только около 8 очистных сооружений для дневной канализации. Если мы пойдем в официальном будем, то там столько денег надо на очистку. Другой вариант у нас. Другой вариант у нас. Другой вариант у нас. Другой вариант. Давайте. И еще. Проективные дороги. Проективные дороги. Не существующие заберем. Мы с вами с комиссией работали. Это понятно. Но то, что нам надо двигаться нормальным путем, это однозначно. Так как мы шли с очистными сооружениями. И проективные дороги северный микрорайон от администрации района до Волоколандского СССР между детским садом номер 5 и ДВС РУЗА. Хорошо. Все? Добро. Кланов и задач много. Дополнение, пожалуйста. Много просьб о установке светофора на перекрестке Ульяновская революционная. Раз в неделю практически там какие-то аварии случаются. И очень нужен пешеходный переход с Вишневой улицы. Опять-таки на Ульяновскую. Там большой микрорайон. Много детей ходят в школу. Давайте безопасность дорожного движения просим. Так, спасибо. Еще что? Коллеги, значит, вот такая программа развития в проекте есть. Мы ее с вами обсудили. Я предлагаю вот еще взять недельку. У каждого. У всех есть свои права меди? У депутатов есть? У депутатов есть? У депутатов есть? У депутатов есть? И на сайте есть. На сайте. Выложить на сайт администрации города надо. Сегодня. Сегодня. И у кого есть дополнения, дайте их Чезиндеку Юрий Викторовича обобщить. Хорошо. Тогда. Всем спасибо. Завершаем. Вот эта программа и станет программой наших действий на ближайшие пять лет. В том числе при помощи тех депутатов, которых мы с вами изберем. не убегайте. Не убегайте. Не убегайте. Не убегайте. Не убегайте. Так, мы не расходимся. Так, тишину прошу. Товарищи, тишину прошу. Коллеги, у нас много задач в планах и проблемах. Их еще больше. Какие-то сами можем решить, а какие-то надо привлекать помощники тех людей, с которыми работают на уровне области и в операции. Сегодня у нас есть один товарищ, это Дупак Владимир Владимирович. Вы его знаете, да? Наш депутат же в господин. Во всем нам помогает. Поэтому хотелось бы, чтобы он сохранился с нами. Нет возражений? Нет, конечно. Это единственный депутат, который в районе бывает постоянно. Видим его. Раньше я не знала никого. А, сегодня она Дупак помогает. А есть шанс, что таких будет три. Еще от Русского района Боблудума сделал Сердюкова Татьяна Владимировна. Это учитель русского языка литературного сельской школы. Татьяна Владимировна Сельдюкова. Не одна фамилица министра бывшего. Но человек активный, 31 год работает в обычной сельской школе. У нас масса проблем образования. Естественно, как человек, который в этом живет, она будет их решать. И такой, как она нужна. А также Оксана Пушкина идет в государственную помощь. Ее тоже все знают. Полномочий по праву ребенка. Человек команды Боблудума. Поэтому вот тут проблема, которая у вас есть. Мы с ними останемся. Но не хотелось бы, чтобы мы остались с ними в одиночестве. Поэтому вас просто об этом информируют. Каждый сам принимает решение. Если есть вопросы, готов ответить. Уважаемые активисты, есть вопросы? У Юрия Ильича. Мы хотим принять участие в выборах. Да. И сегодня от участия в выборах, чтобы тоже нам было понятно, тоже всем говорю. Сегодня у меня, как у главы или у главы города, нет волшебной палочки. И у вас нет, как у депутатов или лидеров общественного мнения. И сегодня, поддерживая вот этих товарищей, мы не делаем им продолжение. Мы фактически хотим помочь сами себе. Потому что со всеми проблемами, которые есть в городе и районе, вы идете в местные администрации, в главе, а уже мы привлекаем их и решим. Вот смысл здесь. Поэтому вам спасибо за активное участие. Просьба дальше на этом не останавливаться. Программа важная. Мы должны вместе ее реализовать. Спасибо.